Евгений Олегович, ну в общем-то я так поняла, что воспаление легких это как бы осложнение, да? А может быть заблаговременно начать пить антибиотики, чтобы не было этого заболевания? Ну мы уже как бы обсуждали это много раз и еще раз повторим для всех, ребяточки, это очень важно, несмотря на то, что мы говорим об этом уже сотни раз. У нас антибиотики при острых респираторных инфекциях никаким профилактическим эффектом не обладают. То есть вот вы должны это четко понимать. Вот живут в легких пять микробов, допустим, пять А, Б, В, Г и Д, вот их пятер. И после того, как вирус, который опустился в легкие и вызвал закупорку дыхательных путей, да, вот эти пять микробов начинают размножаться. И вот представьте себе, мы с вами решили, что мы не дадим им размножаться до того, да, и мы назначили какой-то антибиотик. Практически невозможно подобрать антибиотик, который убьет все пять микробов. Мы назначаем антибиотик, он убивает микроб Б, В, Г и Д, а микроб А не убивает. А теперь представьте себе, жило-было пять микробов, которые воевали друг с другом. Четырех мы убили. Вот тому одному, что остался, легче теперь размножаться? Конечно. Поэтому, когда антибиотик назначается при ОРЗ раньше времени, якобы для профилактики, он не уменьшает, а в девять раз увеличивает вероятность воспаления легких. Это, я надеюсь, все понимают. Поэтому, вот как мы сейчас обсуждали, действительно бывают такие воспаления легких, когда дорога каждая минута. Когда ребенок синего цвета и задыхается. И никто в такой ситуации не рассуждает на тему лечить, не лечить и где лечить, да. Схватили и бегом любым способом в стационар, правильно? Но в подавляющем большинстве случаев речь идет о совершенно другой ситуации. Ребенок кашляет, у ребенка долго не падает температура. Но ребенок в состоянии, как говорят врачи, средней тяжести. Он не задыхается, понятно? Он адекватно реагирует на окружающее. Но возникает подозрение, понятно? И когда такое подозрение возникает, то перед нами всеми, и перед мамами, и перед врачами, стоит задача какая? Не спасать, а поставить что? Диагноз. Будет диагноз, будем лечить правильно. Не будет диагноз, будем страховаться. Как бы что ни вышло, как бы я не была виноватой. Понимаете, лучше я назначу, а я дам. Вот так и будет с нами всеми. И наши дети будут тоннами есть ненужные антибиотики, только потому, что нам с вами страшно. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.